Николай Цыганков в доме по улице Кабланды и Батыра живет уже больше 20 лет. За это время и возле дома, и за ним успел высадить небольшие аллеи деревьев. Вместе с другими своими пожилыми соседями они стараются следить за порядком на придомовой территории. Но последние три года это у них получается с трудом. Вон моча и собачьи эти. Вот, пожалуй, собачьи. Сейчас еще снегом прибило, а снег сейчас уйдет. По словам Николая Цыганкова, приходят гулять с собаками к их дому и из соседних дворов, там, где стоят видеокамеры. А здесь видеонаблюдения нет, продолжает он. Вот и приходится им ругаться с соседями, которые выгуливают собак, не убирая за ними фекалии. Люди у нас безобразные, ни совести, ни стыда, понимаете? Я не знаю, когда это все кончится. У нас с каждым годом собак развели. Собак, наверное, сейчас больше, чем людей. А собаки гадят кругом, на площадках. Ну, вообще, уже невозможно. Вот, за домом, пожалуйста, сейчас вот начнет весна, там невозможно смотреть. Управление полиции Кустанай отмечает, до 2022 года, пока в городе не вступили в силу правила выгула домашних животных, стражи порядка вообще не могли привлекать к ответственности таких нерадивых хозяев собак. Но сейчас имеют на это четкий алгоритм. Тем более, в правилах прописано, что выгул домашних собак запрещен на территории школ, детсадов, медорганизаций и детских площадках. Помимо этого, владельцы домашних животных, там, где они с ними гуляют, должны убирать экскременты своих питомцев. Но доказать такие факты непросто. Людям, обратившимся в полицию, нужно либо снять на видео сам момент, либо предоставить двух свидетелей, которые могут подтвердить, что человек за собакой своей не убрал. Для начала нам нужно разобраться с бродячими собаками. Так как я же говорю еще раз, у нас более того, что у нас хозяева домашних животных, они очень культурные, очень грамотные, они соблюдают эти типовые правила. Не скажу, что за мной практику было такое, что обращались граждане по поводу того, что домашнее животное, где-то что-то там хозяин не досмотрел, не увидел. Поэтому, я думаю, что у нас хозяева домашнего очень дисциплинированы в этом положении. Согласно официальным данным, в текущем году за нарушение правил выгула собак привлечено к ответственности 8 человек. За весь прошлый год было всего 20 таких фактов. Но они могут быть связаны не только с фекалиями, но и, к примеру, с тем, что собака была без намордника или жене на поводке. На всех кустанайцев был наложен штраф в размере 10 МРП. В этом году это почти 37 тысяч тенге. Алексей Краснов и Татьяна Калюжная, РТН.